Это Юля. Сегодня сабля и маска неотъемлемая часть ее жизни. Спортом она занимается с детства. Начинала правда с художественной гимнастики, но после травмы стала фехтовать. И за пять лет явно преуспела в этом виде спорта. Девушка учится в училище Олимпийского резерва. С утра тренировки, затем школьные занятия и после снова любимый вид спорта. На всероссийском турнире по фехтованию в Казани она вошла в восьмерку лучших саблисток до 18 лет. К слову, участниц со всей страны было более семидесяти. До выхода в четверку ей не хватило всего одного удара. Могло быть и лучше, помешала сама себе, говорит Юля. Не слышала тренера и не чувствовала обстановку. Мы тренируем физические качества, так и координацию. У нас техника тактическая подготовка, очень много времени уделяется. Плюс психология тоже в критической ситуации. То есть дети у нас учатся себя показывать, то есть принимать правильные решения. И когда важные соревнования, там важные старты. То есть в решающий момент человек должен выбрать единственно правильный вариант развития событий. То есть это тяжело. А вот другая спортсменка Ксения Андрусенко смогла справиться с обстановкой и эмоциями. На турнире ей удалось стать серебряным призером. Безусловно, я была рада, потому что я весной ездила в Казань тоже, там тоже заняла призовое место. И как бы меня этот город хорошо встречает, скажем так. И соперники были сильные, но ближе к финалу. Я с одной из них очень сильно хотела пофехтовать, потому что рейтинг второй у нее был. Мне интересно было посмотреть, как это будет выглядеть. Работа тренерского состава плюс техника и выдержка спортсмена равно хороший результат. Уже на следующей неделе алтайские фехтовальщики будут сражаться за медали в Орле. Там пройдет первенство России среди спортсменов до 18 лет. Это наиболее значимые соревнования в этом сезоне для отбора в сборную страны. Уровень наших саблистов сегодня высокий и они конкурентно способны. Но для дальнейшего развития этого вида спорта в крае нужно решить одну проблему, говорит тренер. Мы сейчас маленько этот зал переросли. Вот как вы видите, что у нас четыре дорожки. И тогда у нас по вечерам тренируется сборная края. То есть достаточно тесно. И хотелось бы просто расширение. Хотя бы шесть дорожек. То есть нам было бы комфортно. Местоположение зала, в котором тренируются только саблисты, тоже не очень удобное. Детям добираться до него самостоятельно сложно. В основном привозят родители. Но и смена помещения пока не вариант. В других залах занимаются ребята сразу из нескольких секций. Нужно комплексно расширять спортивную инфраструктуру города, считают тренер и родители подопечных. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.